Казахстан Казахстан Более половины казахов, а именно 2 миллиона 300 тысяч погибло. И таким образом только вот эти два голодомора, они уничтожили фактически около 4 миллионов казахов. Если бы не эти катастрофы, не эти чудовищные геноциды, сейчас бы наш народ где-то имел численность около 40-50 миллионов, а не 15 миллионов, как сегодня. Вот это эксперимент того же голодомора, который стал результатом так называемой коллективизации. Потом покорение целинных залежных земель. Миллионы гектаров чудесных природных пазвищ было распахано и подверглись эрозии. В это же время происходило вслед за этими геноцидами, за гибелью массовых казахов, массовое переселение в Казахстан из России, русских и других славянских народов. Представьте, что казахи превратились в национальное меньшинство в собственном отечестве. Потом настал период, опять-таки, бесчеловечного, опять-таки, ядерного геноцида. Естественно, когда мы все это пережили именно в Союзе, скажем так, после «добровольного» присоединения к России, просто-напросто не учитывать этот горький урок – это и глупо, и просто-напросто политически несерьезно. Сегодня мы знаем, что происходит в России. Россия натурально фашизируется сегодня. Это видит весь мир. Об этом не мы только говорим. В самой России бьют тревогу, бьют набат. Известные личности, политики, общественные деятели, журналисты, простые люди, которые не подвержены вот этой вот всеобщей эйфории успеха в кавычках Путина, которую сейчас там называют Путлером, вот его агрессии против Украины. До этого была агрессия против Молдовы и Приднестровья, после против Грузии с отъемом Абхазии и Северной Осетии, и теперь Украина с отъемом Крыма. Этот процесс продолжается, начался уже давно и продолжается. И усиливается все больше и больше, и все сильнее звучат голоса о том, что надо везде и всюду собирать русские земли. И при этом конкретно на Казахстан идут нападки, открытые наглые нападки устами Глашатовев, Путлера, Талимонова, Жириновска, Штыгашева и других. Они же без стеснения, без экивоков всяких, безапелляционно заявляют, что Северный Казахстан, Восточный Казахстан – это русские земли, что их надо аннексировать. А Жириновский вообще говорит, что Казахстан и всю Центральную Азию надо присоединить к России и образовать Центральный Азиатский федеральный округ. Ну, извините, куда дальше-то? И вот в этих условиях, когда это все происходит, идти в Союз России – это просто, я как сказал на форуме, это политическое безумие, это преступление перед нацией, это государственное самоубийство. Иначе это невозможно назвать. А в самой России что происходит? Внутри России. То, что, как Кремль расправлялся с Чечнёй, это же все знают, это всем известно. И как там, значит, бесчинствуют-то скинхеды? Нигде больше нету, кроме России, такого страшного, ужасного явления, как, значит, скинхедское движение. Когда людей убивают только за то, что они не похожи на славян. Это же ужас какой-то, дикость какая-то. И нет никаких гарантий, что это каким-то образом изменится и как-то наладится. Наоборот, это усиливается все больше, поскольку сам Путин, Путлер, он ведет страну по пути, по следам Гитлера. А Германия тоже. В 20-е годы начиналось, а потом в 30-е годы это вылилось в собирание немецких земель. Об этом можно долго говорить, но зачем, это всем известно. И точно так же сегодня Путлер идет по пути собирания, как я уже сказал, русских земель. Где эти русские земли? Что они все с неба попадали везде и всюду? Русские земли – это валдайская возвышенность. А сюда, вот в сторону востока, к Уралу и за Урал, это уже все земли других народов, которые в разное время были завоеваны Российской империей. И эти народы никуда не делись, они все живут на своих землях. Нет там русских земель. И в Казахстане тем более. И в Украине тоже и везде, и всюду. А у них, получается, у Путлера и Путлеровцев и Аляска русская земля, и Пренестровье, и прибалтийские там какие-то, значит, территории и так далее, и тому подобное. И вот они все должны быть возвращены. Поэтому никакой речи просто не должно быть о том, чтобы Казахстан вступал с таким государством, в таких условиях, в какой-то союз, в любой союз. И мы знаем, что, когда в начале первой, третьей, восемнадцатого века Казахстан вступил, так сказать, в добровольный состав России, это же предполагался протекторат, но не колониальное вступление. Но, однако же, мы знаем, что потом это все превратилось в отношение метрополии и колонии. И Путин не скрывает, что он считает СССР Россией. Он так и сказал. Это только называлось СССР, но это и есть Россия. То есть, по его словам, все, кто входил в состав СССР, это Россия. А мы все входили. И таким образом он уже предполагает. И никто не знает, что он сейчас готовит, что у него на уме и его окружение. У него раболепное, единогласное окружение, включая и парламент, который буквально единодушно, без единого вопроса разрешил, так сказать, ему ввести вооруженные силы в Украину. Ни одного вопроса не прозвучало и ни одного возражения не было. То есть, Путин буквально как такой, значит, император, которого даже, наверное, не было в истории России, подмял под себя и всю Россию и теперь хочет подмять под себя и все бывшие союзные республики, а потом уже, наверное, и дальше. Как можно в таких условиях говорить о какой-то интеграции с таким государством? Это тоже такой расчет. Назарбаев там, он же никогда не был удовлетворен местом главы Казахстана. Это было, в общем, для него мало. Он всегда, вот как он метил в премьер-министре СССР, и так точно он опять метит на более высокое для него место. И, кроме того, самое главное, что он избавляет ответственность за свои преступления, за расстрел в Жангузине, за, значит, гибель политиков, за, значит, ограбление страны и многое, многое, многое другое. Это все как бы списывается уже, он за это как бы в ответе не будет. Вот вы знаете характер президента, вы общались с ним лично, у вас четкое ощущение того, что его личные интересы стоят выше интересов. Это совершенно очевидно, совершенно очевидно. И по личным встречам, по личному разговору с ним, когда я с ним встречался еще в середине 90-х годов прошлого века, у него в кабинете, мы с ним сидели, беседовали почти два часа по его приглашению. Тогда я был депутатом парламента, был одним из руководителей депутатской группы «Прогресс Опайсонный». И тогда я убедился воочию, что этот человек в общем-то будет делать все для того, чтобы пожертвовать чем угодно для удовлетворения своих личных амбиций. И об этом говорят не только его какие-то слова, но и его дела, о чем я уже сказал, как он начал с того, что тормозил независимость, был против независимости ради своего карьерного благополучия в самом начале, а потом только вынужден был объявить независимость потому лишь, что Казахстан остался один-одинешенек на пепелище Советского Союза. Деваться больше некуда был. Жеке, вот вы как думаете, с возрастом люди мудреют, они начинают осознавать какое-то предназначение и миссию свою, и в данном случае президент осознает свою миссию как сохранителя независимости и суверенитета страны, или все-таки он не ставит это в углов угла, ваше мнение? Если бы он об этом думал, если бы он ставил перед собой такие задачи сохранения государственной зависимости, безопасности и так далее, он бы ничего того, о чем мы сейчас говорили, не делал. Он делает все наоборот. Он же буквально загоняет Казахстан вот в ту Россию, в которую никто в здравом уме не сунется просто-напросто, грубо говоря. Он же доказывает недоказуемое. Он говорит, что это безопасно и даже полезно и так далее и тому подобное. А на самом деле факты говорят совсем о другом. Совсем о другом. В России самой там внутри вот эти вот национальные образования они же упраздняют. укропнение регионов, так сказать, оптимизация так называемая проходит и малые народы так называемые они лишаются своих автономных образований. Их сливают с областями и таким образом поглощают их. И это ждет всех, кто войдет в состав России со временем. Обязательно это не минуем, потому что это пока вот такая власть путинская, фашистская, реваншистская, имперско-шавинсистская сохраняется. Вот эти все опасности не только будут сохраняться, но и усиливаться со временем. И видя все это, он же не настолько глупый человек Назарбаев, чтобы этого не видеть. Видя все это, он сознательно на все это идет. На все это толкает наш народ, нашу страну, наше государство. После этого как о нем можно говорить? Это коллаборационист чистой воды. Это человек, который сознательно предает нацию, страну, государство. Ради себя личных каких-то названных и неназванных каких-то своих личных интересов.